Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Это будет небольшое видео, посвященное моим мыслям о падении рынка криптовалют. Хочу возвращаться на канал с небольшого ролика и потихоньку разгоняться снова, как раньше. Я сделал себе небольшой отпуск на море длиною в 10 дней и даже не смотрел на курсы криптовалюты. Честно скажу, это здорово разгрузило мне мозги, ведь этот канал я веду сам. Сценарии, записи, монтаж, картинки, все это делаю только я. И когда ты 2 месяца каждый день делаешь обзоры, мозги пекутся знатно. Но сегодня я вернулся к работе и хочу, чтобы ты понял то, что мы сегодня наблюдаем на рынке криптовалюты. Возможно, окажется самым большим шансом в криптоистории покупать по таким ценам, как сейчас. Хм, да это же мечта. То, что мы сейчас наблюдаем на рынке, это влияние политики ФРС США по большей части. Макроэкономика сейчас сильно влияет на все рынки, в том числе на биткоин. Если ты понимаешь макроэкономику, ты сможешь зарабатывать на криптовалюте, потому что макроэкономика позволяет определять, когда рынок будет падать, а когда расти. Ведь макроэкономика это то, что обрушило рынок сейчас и то, что заставит его развернуться в сторону роста. Миллионы людей за ночь не начнут покупать биткоин, это не случится моментально. Но быть в игре до того, как миллионы купят, означает стать очень богатым. И мы сейчас в этой игре как раз в тот самый момент, когда миллионы еще не купили. И самое интересное, что если ты знаешь, когда макроэкономические показатели изменятся, ты сможешь узнать, когда будет разворот рынка. Думаю, ФРС США знает, когда это случится, потому что именно она влияет на макроэкономику своими решениями. И именно она выбирает время для принятия этих решений. Это будет тот самый разворот, который и сделает сегодняшнее падение рынка шансом всего поколения. Не побоюсь этого слова сочетания. Этот медвежий рынок биткоина единственный из всех, что были, которые происходят одновременно с глобальной рецессией. Рецессией, которой не было с самого первого дня создания биткоина. И возможно эта рецессия может длиться до тех пор, пока доллар США остается мировой резервной валютой. Ведь Стэнли Дракенмиллер, один из самых известных инвесторов Уолл-Стрит, заявил, что на протяжении следующих 15 лет доллар США может утратить роль мировой резервной валюты. Это может означать, первое, что сегодняшний период может стать последним, когда мы видим комбо из двух вещей. Глобальной рецессии и медвежьего криптовалютного рынка. И второе, та боль на рынке, которая длится уже почти год, совершенно отличается от всего, что мы видели раньше. И для меня эта боль выглядит как огромная возможность. Возможность, которую мы видим очень-очень редко. Я просто не могу удержаться, чтобы не купить хотя бы немного, ну хотя бы на тысячу долларов. Потому что я знаю, что это такое. Возможность поколения. Это историческое дно. Именно на таких болезненных падениях люди и делают огромные деньги. Но также я знаю, что на краткосроке у нас может быть продолжение боли на рынке. Именно поэтому во время падения рынка я и делаю огромное количество видеороликов. Я никуда не исчезаю. Наоборот, я увеличиваю свое присутствие. Да, эти видео могут быть эмоциональными, как это. Да, они могут быть кликбейтными. Но я делаю это, потому что я хочу, чтобы люди услышали и узнали, что они могут пропустить прямо сейчас. И о чем они 100% будут жалеть впоследствии. И мне множество людей пишет благодарности за то, что я поддерживаю их в такое время. Конечно, если ты трейдер, можешь шортить, ланговать. Но я вообще перестал этим заниматься. Что я сейчас делаю, это изучаю макроциклы. Пытаюсь разбираться, на каком этапе макроцикла мы находимся. Коплю монеты на медвежьем рынке и продаю на быщем. Хотя сейчас по понятным причинам копить монеты стало сложнее финансово. Многим людям стало сложнее финансово. Мне в том числе. Но я собираюсь заниматься этим еще минимум 10 лет. Почему? Потому что после этого медвежьего рынка, по моему мнению, у нас будет от 10 до 15 лет огромного бычьего рынка. Который будет расти на изменившихся макроэкономических показателях. Мы увидим глобальный бычий рынок в совокупности с буллраном криптовалюты. Особенно, когда мир полностью перейдет на веб 3.0. И это будет самым восхитительным периодом в истории криптовалюты и технологий. Это будет период, когда криптовалютами будут пользоваться миллиарды людей, как сейчас с интернетом. И я хочу сказать тебе, если ты смотришь это видео прямо сейчас, ты еще очень ранний инвестор в криптовалюту. И чем больше людей отсюда вытряхнут, тем лучше для тебя. А еще могут вытряхивать, ведь рынок потенциально может упасть еще больше. Почему? Потому что рынок недвижимости буквально готов взорваться. Об этом сейчас рассказывают многие. Инфляция бьет рекорды, но самое главное. Нас предупредили, что ФРС США собирается изъять из рынков 9 триллионов долларов. Катастрофически уменьшив его ликвидность. Это означает, что ФРС собирается продать активы на сумму в 9 триллионов долларов в ближайшие месяцы. Арендные платы также находятся на рекордном уровне. Это еще один индикатор огромной инфляции, которая гораздо выше, чем нам говорят официальные лица. Поверь мне, я веду сейчас на протяжении 9 месяцев целую статистику цен и в России, и в Украине. Я могу сказать точно, инфляция гораздо-гораздо выше. Возможно, я сделаю по этому поводу видео. Если тебе будет интересно, поставь лайк и напиши комментарий. Также у нас есть энергетический кризис, который сейчас развивается во всем мире. Для кого-то это скучные макро-показатели, а для нас тонны анализа и огромное количество времени, чтобы понять, когда будет разворот на самом деле. Независимо от того, что скажет генеральный директор Бинанса или каких-либо других криптовалютных бирж. Независимо от того, что напишет Илон Масс. Все они просто лидеры мнений, которые вертят аудитории с какими-то своими целями. Мы об этом знаем. Что правит балом? Это не Илон Маск и не генеральный директор Бинанса. Это макро-показатели. Они спровоцировали этот медвежий рынок. Они же спровоцируют и бычи. Поэтому нужно за ними очень пристально наблюдать. Постоянно вести статистику и наблюдать за динамикой. Что я и делаю. Я уже не могу этого дождаться. Ведь когда это случится, больше всего взорвутся такие проекты, как игровые криптовалюты, которые я до сих пор держу. Метавселенная. Токены, которые я тоже держу. Эфириум Л2 проекты и так далее. Ты даже не представляешь, что тебя ждет. Нужно всего лишь потерпеть сейчас. Еще немного. Немного боли и страданий. Потом скажешь мне спасибо. Но если честно, это не финансовый совет. А лишь мое мнение и видение ситуации. Я думаю, что это падение может стать шансом поколения. Если не больше. Но это лишь мое мнение. Напиши свое в комментариях. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok